Я наткнулся на беседу в Кришномортии, и они обсуждали с учениками то, что потенциально вообще человек вкладывает в свою психологию, в психологическое свое развитие определенную эволюцию, что мы как бы движемся, вот есть такой вектор направленный нашего психологического развития, и он опровергает своих собеседников, говоря о том, что, ну, вообще, как его идеи такие, что, а если нет, вот Кришноморти, он как-то, я заметил в этом. Кришноморти? Да, что именно, а вот, а если нет? И вот он говорит, а если мы не движемся, если мы такие, какие мы есть, и дальнейшего движения к идеалу, к развитию какому-то своей духовности, если мы такие, какие мы уже есть, и нам двигаться некуда. Вот в вашем, в вашей лекции я услышал, правда, этот вектор у Канта о том, что мы можем изменить, а как вы относитесь к этому, я просто, у меня это не укладывается немножко в голове, я пытаюсь понять, а как тогда? Во-первых, конечно, интересно, что в Кришноморти, ну, хорошо, ну, во-первых, просто идея сама, ну, я понимаю, что далеко как-то и... Существуют все-таки две основные модели времени. Это модель циклического времени, и мы с вами сегодня в какой-то степени живем все-таки больше... Вот в этой модели вечного возвращения, как-то назвал обидно очень Литши тоже, к прежним состояниям, которые повторяют в новом качестве ошибки, вот такое циклическое, такая... Ну, честно говоря, буквально сравнимое с заворачиванием воронку черной дыры, такая фуга убывающая. С точки зрения, вот Кришноморти все-таки представляет культуру, в которой принципиально это модель действует, причем на уровне ментального, на уровне ментального, потому что, в общем, с точки зрения культуры последних двух тысячелетий, стрела времени перестала быть зацикленной, она... она линейная. Весь вопрос... то есть время стало линейным. Стрела времени... на этом построена теория... ну, энтропия, термодинамическая теория, которая даже не только приводит в отчаяние. Так вот, стрела времени... видите, как... у Мюдона она... все-таки эта стрела времени направлена к тому, что тот же Мюдлия, который написал книжку, называет Тонатоцентринка. Тонатос — это бог смерти. А в... ну, скажем, почему Россия сегодня сегодня так важна, как геополитический фактор, а на временах, как тот трудно-духовный? Потому что мы способны этот Тонатоцентризм все-таки перецентровать. Вот... вот почему, повторяющий вас, все-таки сегодня Крешнамуртий, который, если не ошибаюсь, говорит, что не осталось ни одной прямой дороги. У каждого своя дорога. Это примерно как движение элементарной частицы в схеме Фейнмана. Вы знаете, сразу она движет вот... 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 лично подобное, что у каждого вот эта своя дорога. Но... и в этом есть ужас вот западной диагностики в отношении того, что называется... Учитываяся единственная, буквально не употребляет термин, «номатическая символярность». То есть, помните, говорит, «уникальность», да, «уникальность», «уникальность», «уникальность» — это правильно. Даже не так одинаково кричать в пальцах. Все остальные уникальны и, безусловно, не случайны. Но мы-то должны жить вместе, нам нужна интерсубъективная версия. Это необходимость вообще социума и всей всякой жизни. Семья должна быть, все должны быть добрыми, звонить ему, говорить, идти на обсуждающие профессии. Понимаете, люди должны быть вместе. Для этого нужен код под названием «объединяющая истина». И поэтому, конечно, к Кришнамурте его отчаянной, на этой точки зрения, пост-индуистской ментальности для меня неубедительны. Потому что, в общем, сегодня, если вы читаете эти книжки, у нас с вами только два. У нас стало две альтернативы. Да, в принципе, эта всяческая философия закруглась перед гибелью с войной в XXI веке. Если вы не сутки почитаете, они все буквально напишут, с разными отцепками. Но есть только два пути. Это вот, повторяющий, у нас тот, который легитимирован Бодрияровым, «Танатоцентрический путь», и он читает, что все признаки… Просты. Любовь – оргазм. Дружба – вывели. И оторвались там, скажем, все упрощение. Дети – главное, чтобы были здоровы. Вот это, он говорит, это упрощение – редукция простых почти что соматических моментов. Одного – это то, что тело стало кладбищем из знаков. Скажем, фалос – это уже не то, что у веков колонна, держащая веку. Фалос – это морковка для получения определенного геистического удовольствия. То есть они жестоко очень обращаются к нам в этой связи. Вот, повторяю еще раз, или второй вектор – это вот тот, который, я считаю пока, что сегодня единственное, кто проявляет по-настоящему, если говорить о цивилизационном ключе. И одновременно это имеет в виду нас немножко с вами. Потому что сегодня Россия, если эти внутренние раковые упухоли, изначально тёргаются и говорят – нет, надо сменить вектор движения. Потому что пока очень скромно, правда, это делают, у нас внутренняя ситуация, как вы знаете, очень непростая. Нам нужна нравственную экономику, нам нужна нравственную бюрократию, нам нужны нравственные бытовые структуры, чтобы мы делись друг другу как более человек. Для этого нужны вот эти коды интерсубъективные. Мы должны любить друг друга. Но если мы не можем любить друг друга, на Западе считается принципной радостью. Я тебя не люблю, но я тебя люблю. Ну, хотя бы тогда, ну что ли, быть друзьями – это лучше любить. Любить – это не хватает девчонок или мальчишек. Любить – это относиться друг к другу, ну, как к человеку, уникальности какой-то. Это трудно, но это не есть зрение энергии, в которую надо войти. Проще будет. Нужно он Богу. Я думаю, что еще очень много знаков добра. Правда, иногда даже не веришь, там, вроде, зло, все. Ну, раз, жоржешь на него, скажем, и он такой, он говорит, да, мне становится добром. Люди хотят добра. Это все это. Правда же? Ну, что-то типа этого. Вот поэтому все-таки вот этот вектор времени, я очень надеюсь, что вы поможете тоже, потому что он же… Но он предполагает, повторяющего, все-таки преодоление инерции. Тем более, что мы с вами живем в очень особом регионе, сами знаете. Вы все-таки очень и простые русские, там, просто люди на Вселенной такое, субъекты Вселенной. У нас тут еще вот этот вызов, особенно исторический, который надо разрешать как педагогику для жизни этого края. Я этим тоже много занимаюсь признать ключевым. Я говорю, это серьезно, потому что это в соответствии с тем, как и тому, что является нашей традицией русской идеей. Это русская идея, это идея спасения. Вот Гулунгар, такой философ, вы наверняка знаете, его книжка говорится до сих пор, называется Карпас. Хороший философ вообще. Он последнюю книжку назвал русской идеей. И он там пишет, русская идея – это предчувствие… Смотрите, что ты должен был писать. Ясное осознание. Ведь чувство всеобщей еды, всеобщий катаклизм такой, и поиск формулы всеобщего спасения. Вот, вот, вот так обозначил это, что называют русскую идею. И умер. Разумеется. Книга 90-летнего года. Написал про каждого, про всех немцев. Знал прекрасно немецкий язык. В Калиграде был много раз. Вот. Мерцы мы перевели на свои языки, там тоже и сдают до сих пор. И вот он так и написал. Потому что он понял, что и философия – это философия отвлеченных начал. Это философия, которая уже без начала. Она пытается создать мечта, что, в общем, абсолютно без перспективы. То есть, тогда большое спасибо. Ну и шоу-сят аплодисменты. Спасибо.